Ну, это все зависит, как бы, если, ну, я же все-таки больше про экономику. Про экономику женщины впахивают так же, как и мужики, зачастую получая меньше, если с точки зрения наемников. А если говорить о бизнесе, то, в моем понимании, конечно, бизнес именно частный. Это, честно говоря, не женское дело, потому что я, ну, то есть у меня много достаточно коллег-предпринимателей женщины, и мне их искренне зачастую жалко, потому что, как правило, это получается такая компенсаторная модель поведения, они в основном идут в бизнес, когда проблемы там в личной жизни. Очень редко у кого получается быть матерью, женой, там, любимой и одновременно быть руководителем, потому что это функции принципиально, на мой взгляд, ну, не соответствующие друг другу. Потому что если, там, по сути дела, резать голову, знаете, как в том анекдоте про менеджеров, я всю жизнь убирал дерьмо и оторвал голову, вот, по сути дела, это работа там руководителя. И после этого оторвал голову и убирал дерьмо, приходить домой и быть ласково, белый и пушистый, еще подчиняться мужчине, который может быть просто по статусу там ниже, непросто, практически невозможно. Я, по крайней мере, слабо себе это представляю.